а здрасте а у нас тут продолжается этот самый золотой колос и иннокентий сейчас решил заехать на наше поле пока что оно у нас одно в общем то друзья между 2 и 3 серии я засеял это поле пшеничкой и соответственно прошло утро а также друзья я выполнил пару-тройку контрактов на чужих полях поэтому у нас баланс стал положительным а также что самое приятное это немножко повышена лояльность владельца в частности вот этого вот мамаевского дмитрий уже 30 процентов я там три контракта в общем-то сделал и все хорошо на этом поле точнее с этим чувачком он теперь будет рад нам что-нибудь продать точнее пока он конечно не очень рад будет нам что-нибудь продать но скоро придет тот момент и он уже никуда не денется как-то так в общем то у нас тут созрела пшеничка и и что-то около 70 кубов здесь должно быть по моим подсчетам если мы откроем графу активные контракты то мы увидим что у нас висит с прошлого раза контракт на пшеничку 68 кубов мы должны отвезти я надеюсь здесь столько будет в общем то у нас 7 45 утра поэтому поехали на ферму раздавать всем задачи чтобы люди начали работать я тут друзья поговорил короче с нашим начальником по агрономии короче по полям который у нас челик занимается и считает все эти урожая и расходы семян соломы и прочее он короче сказал что примерно 70 кубов должно быть пшеницы и еще должно быть 400 кубов соломы и тут становится хороший вопрос что делать с этой соломой с одной стороны ее можно распылить и потом перепахать или культиватором обработать и соответственно это будет слой удобрения у нас потому что соломы нам не нужно в принципе можно пустить но 400 кубов можно продать на ферме кузнецова и и у нас купят по 51 доллару за куб если мы откроем калькулятор то мы получим прибыль в 20 тысяч долларов с этой соломы который у нас будет с этого поля есть правда одно но нам ее нечем собирать мы ее можем затюковать у нас есть свой тюковщик который я купил чтобы продать подороже моего помню за 618 баксов взяли за сколько его можно продать сейчас его можно продать за 676 баксов короче на пиво хватит да ладно пускай будет есть не просит хотя на самом деле просит и есть обслуживание техники тоже много денег занимает короче говоря у меня дилемма сейчас эту солому можно вывести заработать на этом 20 тысяч денег но опять-таки вывозить ее нужно будет с помощью грузового прицепа если его купить это будет стоить 31 тысячу она того наверно не стоит если его взять в аренду то это будет стоить 2000 с половиной и плюс еще я думаю час работы минимум нужен еще полторы 4000 и плюс еще пара тысяч идет на зарплату нашим валероном потому что я таким прицепом сам ездить не буду плюс топлива плюс да знаете наверное все таки перепашем это все дерьмо просто обойдемся лучше пускай будет слой удобрения потому что грубо говоря это поддон с удобрениями туда выливать удобрения у нас дорогие поле удобрить так то тоже денег стоит короче надо отправлять всех в работу комбайн поехал работать на поле сейчас мы еще посадим валерона вот в этот вот наш хорлиман который будет ездить этот самый урожай вывозить на базу хорлиман тоже поехал в общем-то он там как-нибудь справиться я думаю это куда поехал все правильно едь на поле давай там тебя ждет комбайн вы должны справиться вдвоем я думаю на раз у нас есть замечательный вот такой вот урал я думаю имеет смысл сразу же нанять валерончика который будет это все дело возить хотя можно и попозже вывозить ему нужно будет нажать д станцию это не очень далеко находится здесь кузов на 12 кубов давайте наверное мы его запустим когда первый прицеп высыпется на базу приедет хотя можно даже его и вообще попозже запускать по большому счету всегда успеем правильно ладно поехали тогда на биржу контрактов потому что нам надо придумать чем будем заниматься в следующий раз биржи как раз откроется через пять минут и контрактики обновятся посмотрим чем можно позаниматься будет и так подъезжаем еще 7 58 я приехал даже раньше можно в общем-то машинку где-то здесь запарковать я думаю будет норм вполне да и опять я припарковался как олень на не так как остальные ну да ладно в принципе если вот этого жигуля сюда не брать то и нормально но давай же открывай но это самое закрыто приходите 8 утра но уже 8 без двух минут уже пора работать даже уже 759 ладно погнали прогуляемся пока минутка есть свободная может быть где-нибудь монетка здесь лежит нету монеток слушайте зато можно стырить тележку нам же нужна такая тележка в нашем колхозе да надо ее стырить только нам и не нечем увести ладно так и быть это знаете сейчас понатыкали видеокамеры этих везде фиг чувствуешь зато можно будет как-нибудь на досуге заняться благотворительностью и починить например вот дворик детишкам песочницу нормальную сделать я не знаю как она будет выглядеть этого всего не делал и будут ли здесь продолжать собираться алкаши или же все-таки детишки нормально смогут играть неизвестно но в общем-то неважно ладно уже наступило на 8 утра погнали смотреть контрактики ведь это самое интересное гребаные контракты да сейчас еще может оказаться так что нам не хватит пшеницы и например мой агроном меня обманул соответственно что у нас есть баклажаны белый рис и выпечка древесина 70 кубов древесина его можно взять и спокойно сделать есть контракт на каналу на 38 кубов 69 кубов кукурузки можно по контрактику слить 39 кубов подсолнечника 63 куба пшенички кстати подороже чем мы сегодняшний контракт взяли хорош можно посеять да в общем то есть чем заниматься и я даже не знаю надо смотреть что из этого выгоднее мне кажется выгоднее всего кукуруза или канала канала 623 нет тут опять таки надо считать если мы возьмем контракт на канала мы заработаем 23000 кукурузка же обойдется нам точнее не обойдется а принесет нам да принесет нам 26000 27 даже почти пшеничка 25 с половиной тысяч но это я по этим ценам смотрю которые нам предлагают и рожь 28000 понятно что цены эти можно немножко поднять и наверное знаете что давайте мы все-таки рожь рожь посеем да хочется мне посеять рожь я кстати не брал во внимание цену на семена но у канала расход больше все мы это знаем а рожь кстати поднять не очень-то сильно удается на 2 доллара всего как-то не прикольно а насколько можно поднять цену пшенички вот цену пшенички можно поднять ого-го как посмотрите 430 но это все равно будут те же 27000 морожь или пшеничка это очень хороший вопрос знаете ли давайте все-таки рожь почему-то почему нет давайте что-нибудь другое рожда мы примем контракт на рожь на на рожь до принимаем в общем то у нас теперь два контракта есть один на пшеничку который мы взяли в прошлой серии мы его сейчас выполняем а второй на рожь и это наша следующая пассивная будет да не очень быстро мы конечно зарабатываем но нам надо еще одно поле брать и брать больше контрактов тогда можно будет нормально зарабатывать нашу ближайшая цель это примерно 300 тысяч на тепличный комплекс но для этого еще нужен рейтинг по рейтингу кстати у нас уже четыре единички потому что выполняя контракты я там обмолотил немножко площади и у нас теперь обмолоченная площадь 8 гектаров а еще кстати пятюню мы сейчас обмолотим и поэтому рейтинг станет 2 и плюс мы выполним контракты и поэтому две единички мы еще сегодня получим и того у нас уже будет 6 за сегодня это здорово ладно попогнали это самое семян закажем до удобрений хотя удобрение у нас есть наверное но семена надо купить по любому семян на ржи ты у нас нету их надо купить и в этом в садовом центре так что поехали да прибываем господа в торговый центр садовый центр точнее простите и соответственно нам нужно купить здесь семена да пока я ехал я дал отмашку нашему уралу туда сел валерончик и начал возить сейчас вот он загружается пшеничкой он в общем то знает сколько раз ему куда надо съездить а нам нужно купить семена ржи они падал дорогие насколько нам кстати надо чтобы наш поле то засеять мне сказали 2900 литров семян примерно поэтому тоже два поддона надо покупать по-любому в общем то мы их покупаем жалко блин что на девятке мы это дело не увезем домой круто было бы если знаете как вот на багажник такой сверху на крышу привязали бы это ремнями да отвезли бы сразу чё нас кеш это сильный может спокойно это все дело поднять и отнести куда надо ну ладно не беда отправим потом какого-нибудь валерона он привезет без проблем нам то что кстати да можно открыть вот тут меню активных контрактов и отслеживать вот так вот в уголочек это сидела перенести и соответственно отслеживать привезено сколько и сколько осталось в общем то пускай висит и погнали будем следить за уборкой чтобы наши валероны не халтурили дело то все равно сейчас пока что по сути дела то и особо нечего да а и Субтитры сделал DimaTorzok Ну и что, друзья? Контракт на поставку товара пшеница выполнен. В Урале еще что-то осталось и, соответственно, он это отвезет сейчас на базу и там выгрузит. У нас доход от продажи урожая 3307, но это то, что он сейчас высыпал. Если мы посмотрим меню, доходы от продажи урожая 25534, это и есть наш контракт. За сегодня, правда, уже, блин, зарплаты много, семена, все много. Блин, да, деньги уходят в капец как. И как вы уже успели заметить, у нас наш Нью-Холланд ездит по полю и культивирует это самое поле наше. А также я запустил МТЗшечку, которая это самое поле сеет. Только где она? Она с другой стороны, да? В общем-то, видим мы, что здесь уже посеяно. Одна маленькая полосочка. Рожь здесь уже растет. И вон она, наша МТЗшечка ездит. У Нью-Холланда, кстати, на исходе топлива и рано или поздно, конечно, это должно было случиться. МТЗшке с этой сеялкой, кстати, тяжело. Тут еще и женщина за рулем. Боже, какой кошмар. Ну, вроде едет. Хотя вообще пятнашку он едет, поэтому вроде как и нормально. Может быть в горочку тяжеловато, а так нормально. МТЗшка тоже справляется с сеялкой. Нормально все. Так вот о топливе. В общем-то, нам надо съездить за топливом. И это, знаете ли, на самом деле проблема. Потому что его надо купить и надо что-то взять, в чем это привезти, это самое топливо. Кстати, вон Урал едет обратно. Урал сегодня хорошо поработал. Он молодец. Вообще, все сегодня хорошо поработали. Никому нет пока что нареканий никаких. Сейчас там Урал выспится, потому что лишнее в кузове было что-то. Обратно на базу. И, в общем-то, на парковочку его надо. Если мы откроем склад, то мы видим, что у нас пшеница осталась лишних еще целых 5 кубов. Ну, то есть, да, 73, как я и говорил, как мне и подсказал наш агроном. Самый главный из всех агрономов. 73 куба пшеницы у нас будет. У нас столько и получилось. И это здорово. Нам надо решить вопрос с топливом. А самый оптимальный вариант, друзья, это будет взять в аренду вот эту самую цистерну за 680 долларов. И привезти на базу это самое топливо. Съездить на заправку, заправить ее. У нас есть свободный трактор. Только Валерон почему-то фары не заглушил, когда его парковал. Надо его наказать будет за это. Вычту из зарплаты нахрен. Я думаю, что имеет смысл два прицепа с топливом на базу привезти. Чтобы у нас было кубов 7, 8, сколько он там, 3,5 по-моему эта бочка. 3,750, если мне память не изменяет. Вот, 7,5 кубов, в общем-то, топлива у нас будет. И мы довольно-таки надолго закроем этот вопрос. Увы, только придется ехать туда на тракторе, и это долго. О, паровозик ездит, пассажирский. Блин, ну здорово, как ли круто. Я понимаю, что это электровоз, но для меня все поезда это паровозы. Я потому что так решил, да. Пассажирские. Здесь ездят поезда, короче, просто трафик, это не обязательно. Поезда, которые по каким-то объектам ездят по нашей карте, они могут из одного конца карты в другой просто транзитом здесь проезжать. И могут, кстати, мешать нам из-за этого. То есть, если мы будем ехать на поезде, и нам понадобится куда-то ехать, есть вероятность, что нам придется пропускать какой-то поезд, стоять на семафоре. Но я надеюсь, такого не будет. Мы здесь все-таки главные. Я тут сейчас пока ехал до заправки со скоростью 40 км в час. Задумался о том, что этот прицеп, скорее всего, можно было цепануть к Уралу. И мы будем на базе, мы обязательно попробуем это сделать. Так, заправляемся. Заправляем эту бочку. Заправляется долго, поэтому надо заглушить двигатель, чтобы не тратить топливо от узнателя. Как-то нелогичным получится, да? Приехать на заправку и стоять просто с заведенным двигателем. А топливо, падла-то, дорогое здесь, да? Это не очень хорошо, когда топливо дорогое. Но ничего не поделаешь. Мы его здесь сами производить не можем. Но и сколько оно нам обошлось? Видимо, мы не узнаем, пока не отъедем. Ну ладно, давайте отъедем. 4125. Чуть больше доллара за литр. А, ну, в принципе, адекватная цена, если так подумать. Ладно, поехали заправим наш трактор и сольем это все дело на базу. Так, Снихолланд, где ты? Я тебе тут привез попить. А то у меня тут сообщение говорит, что у тебя низкий уровень топлива. Я вот привез исправить эту ситуацию, а ты на другом конце поля. Что ж ты так с неуважением-то относишься ко мне? Я тут специально для тебя ехал по грязи. Бочку в аренду взял, какую-то непонятную, денег за это заплатил. А ты не хороший трактор. Ладно, хороший трактор. Нельзя ругать единственную технику. Была бы у нас какая-то альтернатива. Можно было бы подумать об этом. Но альтернативы нету, поэтому давай, дружище, заправляйся. О, как медленно ты заправляешься-то, а? Реализм, мать его. Заправка здесь медленно происходит, да? А что поделать? Прям очень долго. И это, знаете ли, иногда даже напрягает. Так, вроде заправился. А, он двигатель заглушил, да? Звук немножко изменился. Я тоже, знаете ли, заглушу двигатель. А он его сразу завел и поехал. Вот какой коварный трактор Нью-Холланд-то, а? Ладно, поехали, отвезем это все дело на базу и попробуем цепануть эту дрянь к Уралу. Потому что что-то мне подсказывает, что это возможно. И можно будет быстрее тогда съездить на заправочку. А то, знаете ли, на тракторе ездить по городу такое себе. Правда, она... Ой-ой-ой, какой дрифт. Она, мне кажется, с Уралом будет очень ущербно смотреться. Но ничего не поделаешь, это жизнь. Иногда приходится совмещать несовместимое, знаете ли. Жизнь тяжелая штука. Увы. На самом деле, очень хорошо, что у нас есть заправка на базе. И можно будет здесь топливо заправлять нашу технику, все. За это разработчикам карты отдельный респект. Только я куда-то не туда поехал. Заправка у нас с другой стороны. Я, на самом деле, здесь еще довольно плохо ориентируюсь. Потому что я в эту карту наиграл всего часов в 100, пока тестил это все дело. Я тут уже 10 километров просто на базе навернул в поисках заправки. Такс, вот оно. Отлично. Выгружаемся. И оно не выгружается. О, поехало. Вот разгрузка здесь быстро пошла. Не на ту кнопочку просто оказалось. Все нормально. Давайте поехали попробуем к Уралу это все дерьмо цепануть. То есть, теоретически, оно-то должно подцепиться. Оно, может быть, даже к девятке подцепится, если там фаркоп есть. Но что-то мне подсказывает, что на нем фаркопа нету. Вот пикап, если бы был, можно было бы подцепить точно. Но я же решил, что нам не нужен пикап. Мне девятка больше нравится. Да и не только мне. Я уверен, что все вы выбрали бы девятку вместо какого-то непонятного пикапа. А ну-ка погнали глянем, есть ли там фаркопчик. А хрен там плавал, нет никакого фаркопа. Ладно, тогда наша единственная надежда это Урал. Вот, кстати, прикольно будет, если окажется, что на Урал это тоже не цепляется. Потому что на самом деле я бы уже успел съездить за топливом, прежде чем я здесь кручусь и вот этой вот всякой фигней занимаюсь. Так, Урал. А ну-ка, иди-ка сюда-ка. Главное, чтобы там ключи в замке зажигания оставались. То знаете, Валеры иногда могут их стащить. Так, подруливаем и попробуем зацепиться. Потому что тут теоретически это все должно цепляться. Но это только теоретически. А на практике нихрена подобного. Потому что они по размеру немножко, точнее по высоте немножко не совпадают, самую малость. Но вообще мог бы и подцепиться уже, знаешь, вредный этот самый прицеп. Ладно, ничего не поделаешь. На самом деле я действительно успел бы уже съездить сто раз за топливом, прежде чем я здесь круги наворачиваю из-за этого Урала сраного. А он даже эту бочку подцепить не может, а? Нахрен я тебе покупал тогда? Ладно, все, я молчу. Не надо ругать свою технику, я уже говорил об этом. Поехали еще один прицепчик тоже привезем. Потому что пускай будет с запасом. Деньги пока что есть, так что, так что да. Так, в общем-то выливаем все вот это вот дерьмо, которое мы сюда привезли. Можно даже эту бочку отцепить. Оно все вылилось и можно сдать из аренды. Хотя вообще, может быть и стоило ее себе прикупить. Вещица так-то полезная на самом деле. Можно выехать и в поле кого-нибудь заправить. Но уже ладно. В общем-то, друзья, вот такая вот у нас получилась сегодня серия. Заработали первое бабло на контрактах. Подняли немножко себе рейтинга. Взяли новые контракты. Работа впереди есть. И вообще впереди много всего интересного. Поэтому, если вы еще не подписаны на канал, то самое время это сделать. И чтобы ничего не пропускать, нажать на колокольчик. И там типа подписаться на все уведомления. И еще, народ, под первой серией вы показали, что можете собрать дохрена лайкосиков. Поэтому давайте, наверное, в том же духе продолжать. Почему нет? Вам что, жалко что ли? Жадины. Ну и, конечно же, пишите ваши комментарии. Много разных комментариев вообще на любую тему, да. На этом, друзья, у меня сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилой. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok